Друзья, всем привет! Мы вчера записали видеоролик о том, где брать музыку для ютуба, как ее правильно использовать и порекомендовали вам замечательный сервис, которым мы сейчас пользуемся, это саундстрайп. Мы получили десяток вопросов и я решил с командой дать вам ответы, то есть на вопросы, что произойдет с лицензиями, если я откажусь от подписки, как это будет работать, как проверять, как то, как это и все эти десять вопросов мы сгруппировали вот так, нашли на них ответы на официальном сайте саундстрайпа и, естественно, сейчас про эти ответы более подробно расскажем. Смотрите. Итак, саундстрайп это замечательный сервис, который дает нам возможность скачивать музыку и вставлять ее в свой проект. Я сейчас буду читать вам вопросы и на эти вопросы буду давать подробные, разъясняющие ответы. Итак, поехали. Что произойдет с моими лицензиями, если я откажусь от подписки? Это самый частый вопрос. Что это значит? Соответственно, мы сейчас подписываемся на этот сервис, ссылочка будет внизу. И что будет с моими лицензиями, если я от них откажусь, от подписки откажусь? Не будет ли постоянно такая, вот формат такого плана, что мне нужно быть постоянно подписанным? Ответ – нет. Давайте почитаем, что на это пишет сам сервис, да? Я тут при помощи гуглу-переводчика перевел, просто русского языка нет. Но понятно с большего. Что произойдет с моими лицензиями, если я откажусь от членства? Ответ – ничего. Подробный ответ. Когда каждый раз, когда вы загружаете песню для окончательного использования сайта, она предоставляется вам как автору на неограниченный срок. То есть, но это означает, что любая песня, которую вы лицензируете, используя проекты, которые вы создаете, пока вы являетесь участником, Soundstripe остается юридически лицензированной навсегда. Аминь. Важный момент. Многие путают. Например, если вы находитесь под патронажем медиа-сети и уходите с медиа-сети, то медиа-сеть отзывает свои лицензии, потому что, в принципе, вы, у вас нет документов подтверждающих. Эти документы есть у медиа-сети и, естественно, медиа-сеть вам их не предоставит, потому что вы не являетесь человеком. Ну, либо, если они очень хорошие, они предоставят. Ну, я вот слышал, что они предоставляют, да. Здесь же, если вы эту композицию купили во время подписки, вернее, не купили, а скачали и установили, то уже здесь к вам вопросов не может возникать. Опять же, вы не можете создавать новые проекты, используя песни, если вы больше не являетесь участником. Что это значит? Пока вы являетесь участником Soundstripe, то вы можете создавать различные, там, свои проекты. Когда вы им не являетесь, то вы не можете, соответственно, даты не будут совпадать с созданием. Как это работает на примере? Смотрите. Допустим, я выбрал замечательную композицию, которая мне нравится. К примеру, там, да. Вот. И я хочу скачать, допустим, вот эту композицию. Я нажимаю, потому что я здесь авторизирован. И я нажимаю сюда. И здесь мне сразу, да, предлагают, что эта музыка будет работать в одном видео, либо в одном проекте. Что это значит? У меня есть проект, допустим, школа, бесплатная школа видеоблогеров. Это и есть проект. То есть, я могу сюда, прямо записать, вот сюда, прямо так пишу, там, да, допустим, бесплатная школа видеоблогеров. Можно на английском языке, можно как угодно, да. Потом выбираем тип проекта, но с большего здесь это влияет, наверное, больше на характеристики и на статистику, то есть, на аналитику, да. Я выбираю внизу, прокручиваю, набираю YouTube Creator, то есть, YouTube, автор YouTube, да, и нажимаю Submit. Все. У меня, видите, это песня, то есть, песня мне показывается, и я могу скачать ее в четырех вариантах. Могу только инструментальная, можно там, допустим, коротенькая, можно всю, можно так, и в mp3, либо в ваве. Все. Я могу скачивать эту музыку и уже у меня она будет привязана к проекту, к моему проекту в это время. В идеале, это вариант light, в идеале, если вы, к примеру, это вообще идеальный вариант, если вы, допустим, я хочу взять лицензию вот эту и пишу, допустим, «Школа видеоблогеров», и, допустим, слэш там, да, «как скачать музыку с YouTube», условное название, да, и, соответственно, раз, у меня, я уже здесь, выбираю здесь и, если у меня есть контент-план, то я могу изначально показать саундстрайпу, в лицензию инфо поставить, что эта музыка была взята для моей школы видеоблогеров, для ролика, либо для плейлиста, как скачать музыку с YouTube. Для чего? Чем подробнее у вас будет написано, для чего вы эту музыку берете, чем проще будет потом. Потому что сразу, если к вам прилетает какое-то а-ля предупреждение, то вы сразу обращаетесь в саундстрайп, и они, даже если вы не подписаны, у вас не актуальная подписка, они очень быстро находят то, что вы заполняли. Без заполнения вот этого нельзя ничего сделать, соответственно, вы должны показать, для какого проекта. Если вы напишите мой проект, ну, то есть, тут хитроманов их много, да, поймите, что там, если вы напишите мой проект, то, в принципе, могут и отказать, потому что, чем конкретнее вы напишите, тем будет правильнее в лицензионной информации, да, то есть, вы показываете канал, как минимум, то есть, здесь в вопросе или в ответе есть там, да, что вы используете в проекте, ну, либо в каком-то плейлисте лучше всего, потому что и ютуб ролик тоже является вашим проектом. Поэтому, друзья, даже если, резюмируя вышесказанное, ничего не произойдет, если вы за месяц, придя сюда и скачаете себе там 20, 30, 50 композиций и потом выйдете из подписки, то абсолютно ничего не произойдет, потому что у вас будет нормально. Но я предвосхищаю вопрос, который звучит, а я сейчас скачаю всю, вся история этого саундстрайпа, это про то, что каталогализация, ну, вот, допустим, песни, видите, и у нас справа мы можем выбирать, кто поет там, да, либо там восьмибитный, либо хип-хоп, либо какой-то там что угодно, либо инструментально, да, либо там, не знаю, вилончель, либо там по ключевым словам каким-то там, да, вся история здесь десятки тысяч композиций, но в чем минус, пока у вас нет, то есть здесь эта лицензия, она не дает права скачивать SFX. Что это значит? Это эффекты, ну, там бам, вспом, пам, тарапам, там в таком формате там шумы, но в принципе здесь вполне себе удачная подборка по музыке и в принципе она на сегодняшний день самая актуальная, но мы будем с мая еще брать еще одну подписку на арт лист, поэтому подпишитесь сейчас и следите за нашими обновлениями. Дальше. Надеюсь, ответил на вопрос. Следующий вопрос, который у нас есть, это после того, как я скачаю трек, могу ли я использовать его несколько раз в нескольких проектах? Ответ однозначен нет, как участник каждый раз, когда вы нажимаете кнопку загрузки, вас просят указать название проекта, для кого, для которого вы собираетесь использовать трек, это важно, то что я показывал сейчас, да, потому что причина, по которой мы запрашиваем название проекта заключается в том, что каждый раз, когда вы загружаете трек с нашего сайта, вы также генерируете одноразовую лицензию на синхронизацию для этого трека, то есть они очень быстро могут найти ваш трек проект в случае получения какой-то обратной заявки, либо заявки на контент-ид по вашей музыке, да. Но все лицензии выдаются бессрочно, что означает, что вы можете использовать эту песню с этими проектами навсегда и, однако, вы не можете использовать эту песню в другом проекте без лицензии, но если вы сейчас подписаны на саундстрайп, либо на другой там стоковый такой аудио, аудиосток, то в принципе, вы можете легко и без дополнительной платы опять переоформить, да, то есть указать другой ролик там, вы можете неограниченное количество раз использовать на своем проекте, в других роликах, либо в других плейлистах. Вот как это работает, друзья. Дальше. Могу ли я отменить платеж, потому что и сам саундстрайп, и другие сервисы, они очень часто дают возможность, если вам не понравилось, то отменить платеж. Это возможно, но опять же смотрите с ограничениями, как это работает, и да и нет, вы можете отменить подписку в любое время, но вы несете ответственность за отмену до продления подписки. Что это значит, то есть вам не, вот формат такого плана, что у вас не было желания отменять постоянно, потому что многие этим пользовались раньше, да, то есть они приходят, берут бесплатно там две недели там или месяц берут бесплатный, да, а потом просят вернуть деньги. Так вот, там, где, если вы особенно получаете по бонусам, по всем делам, там это очень и очень неправильно и некрасиво будет с вашей стороны, поэтому, то есть вот если не стоит здесь заморачиваться, потому что чем больше вы накрутите разных там хитросплетений, тем потом будет вам сложнее общаться с их поддержкой либо с суппортом. Поэтому я думаю, что в принципе вот играться с бесплатными проводными периодами не надо, потому что как варил, как правило, вы можете потом схватить, что в это время вы не оплачивали сток, либо что-то в этом формате. Я ни разу не пользовался, не знаю, как это работает, но это работает. Друзья мои, внизу будет ссылочка на этот сток и если вы получите, перейдете по этой ссылочке, то получите еще 20% скидки на эту, на этот сервис музыки. Дальше, как часто вы добавляете новые мелодии? У них ответ, я как подписчик этого сервиса, они добавляют еженедельно, да, опять же в каждую пятницу получается там 300-500 качественных песен. Ну слово качественно для каждого разное, но в принципе 100 мелодий вы точно вам понравится, особенно, то есть если вы заходите сюда, смотрите, вот опять же по тегам можно подписаться, можно сделать свои собственные плейлисты, вот видите, здесь внизу, я покажу просто, чтобы вам было, уберу со своего, вот так, да, видите, внизу вот здесь сердечко, либо добавить в избранное, либо сделать свой плейлист, вот, любую мелодию вы можете добавить в плейлист, то есть либо подписаться на какие-то обновления, то же самое хорошо. Дальше, у вас есть официальная юридическая лицензия на просмотр, ну, на прослушивание видео и Soundstripe отвечает, да, ну естественно, да, и опять же с условиями лицензионного соглашения можете ознакомиться здесь. Опять же, каковы лицензионные ограничения, то есть где нельзя использовать эту музыку и Soundstripe и другие сервисы, они однозначно против использования в ноготы, там где ногота, то есть эротические ролики, какая-то порнография сразу прилетит и, в принципе, это во всём мире так. Ну, я бы ещё сказал, что очень часто многие начинают перепродавать, да, либо вот, к примеру, вы делаете ролик, потом пытаетесь там своей знакомой дать, потом своей там другу дать, потом своим там, допустим, клиентам какие-то дать, потому что в случае чего у них будет, скажем так, они в случае чего к вам придут и вы дадите им лицензию. Это вовсе не работает, поэтому, друзья мои, надо понимать, что лицензия, лицензия на вашу мелодию, то есть, если вы купили её по подписке, да, или взяли, скачали, то она ограничивается только на ваш проект, может быть не на ролик, но может быть на канал, либо на ваш плейлист, поэтому смотрите здесь внимательно. Дальше, что такое контент-айди? Мы об этом уже говорили, да, то есть контент-айди это инструмент, инструмент ютуба, который позволяет находить, оперативно находить музыку, либо видеоряд, или там, и опять же он сканирует любое загруженное, любой загруженный файл, контент-айди сканирует и определяет, есть ли там схожее, уже залитое в этом ролике, да, и опять же скоро, уже сейчас в вашем кабинете в новой творческой студии вы можете найти, кто брал какую-то композицию у вас, но сам по себе саундстрайп, если отвечаю на вопрос там, да, он не использует собственный контент-айди, то есть саундстрайп это как посредник между вами и автором, то есть авторы загружают видео, аудио в сервис и этот сервис предоставляет вам это аудио, то есть эти композиции, то есть да, и здесь в этом формате, что большинство исполнителей саундстрайп не зарегистрированы в контент-айди, тем не менее саундстрайп не владеет правами на пенсию и скорее всего мы являемся просто сторонним, сторонним лицензиаром от имени наших исполнителей, то есть он саундстрайп уступает как менеджер этого исполнителя, но опять же если артист или руководство или лейб зарегистрировали песню в контент-айди, то на нашем сайте, то есть на сайте здесь будет стоять пометочка, что эта песня есть контент-айди, ну опять же вы можете ее не выбирать, вот. Можно ли использовать песню, если стоит эта пометочка, то есть я опять же не сторонник этого всего, но если вы хотите использовать с этой пометочкой, то должны понимать, что если ваше видео имеет более десяти тысяч просмотров, ютуб может выбрать монетизацию для этого видео и отправить его на автора этого музыкального композиции, и вы обязаны, то есть вы можете, если вам, на вас там попадут, то есть если вы не согласны с этим, вы можете подавать иск здесь. Опять же видите то, что я говорил, мы не можем гарантировать, что лейб или артист или руководство артиста согласится удалить иск. Это вот то, что мы говорили вчера, друзья, что сегодня это бесплатная композиция, а завтра уже не пересмотрели. Так вот, если в случае саундстрайпов у вас есть официальное подтверждение, что вы скачали эту музыку для своего проекта, будучи членом клуба саундстрайп. Но если у вас этой подтверждения нет, то в принципе в этом случае вы будете бодаться сами с авторами, а тут бодается уже сам саундстрайп, поэтому здесь это хорошо. Дальше поехали. Что если я получу претензию на ютуб, но в песне не будет привлечения об идентификации, то есть вот это, это прям про нас. Да? Что если я получу претензию на ютуб, но в песне не будет привлечения об идентификации контента. Вот это важное, смотрите, что пишет сам сервис, это вероятно это ошибка, подайте иск с нами здесь, то есть тут есть специальная форма, по которой вы переходите и подаете уже иск. Почему я говорю? Потому что когда мы используем музыку саундстрайп, к нам приходят очень часто иски от людей, которые не являются авторами, да, ну раньше часто, сейчас меньше, потому что ютуб это пресекает, а раньше каждый там раз приходили какие-то там по четыре, по пять, почему? Потому что русскоязычный ютуб, он не покупает музыку от слова вообще, ну очень мало людей покупает и аферисты, мошенники, они зная это, они выставляют вам, ну как автор этой музыки, зная то, что вы не будете бодаться с ними, то есть они спокойненько монетизируют ваше видео. В случае с саундстрайпом, друзья, у вас все весело, все вкусно и вы сможете со смелой душой посылать их куда подальше, отправляя претензию, то есть обосновывая свой иск и отправляя, то есть уже раздательство с ютубом. Я думаю, что эти ролики были вам полезными, поэтому коллеги обязательно поделитесь ими с вашими друзьями, знакомыми, да. Приходите к нам в бесплатную школу видеоблогеров, здесь мы вам реально помогаем, рассказываем как правильно, не как правильно брать чужую музыку, а как при минимальных затратах, при минимальных затратах соответственно получать хорошие качественные ролики с хорошей музыкой. Напоминаю вам еще раз, да, что бесплатно музыку можно взять только в фонотеке ютуба, либо самому написать и все остальное платно, да. Сервисы мы обсудили, здесь я вам показал уже о том, как работать с саундстрайпом, в следующем ролике подписывайтесь, у нас будет уже, мы будем смотреть про очень замечательный сервис, который называется арт лист, мы здесь купим лицензию и уже будем рассматривать его, этот арт лист. Я сразу скажу, что здесь он по музыке нравится мне куда больше, чем саундстрайп, но с саундстрайпом я работаю уже более полутора лет, поэтому тут тоже хорошо. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, задавайте вопросы под этим видео. Спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok